Валерий Седов Ассоциация управляющих компаний ЖКХ Рязанской области обратилась в прокуратуру региона с просьбой проверить обоснованность присвоения рейтингов. Напомню, один из них был опубликован на портале открытыйрегион.62 и он породил массу слухов и недовольных комментариев, причем в основном от руководителей управляек. Обращение в прокуратуру это, похоже, некий жест отчаяния. По мнению Ассоциации управляющих компаний региона, критерии составления рейтинга довольно субъективны, а публикация списка влияет на мнение потребителей услуг и репутацию управляющих компаний. Сложно не согласиться, когда у тебя в управлении, например, 88 домов, а отзывы, что называется, ниже плинтуса. Тем не менее, Ассоциация считает, что для совершенствования работы и повышения качества обслуживания многоквартирных жилых домов необходима независимая оценка деятельности. При этом важна прозрачность и объективность критериев, влияющих на ее показатели. На это она упирает в своем заявлении. И трудно с этим не согласиться, но давайте вспомним, что предлагал губернатор Павел Малков совсем недавно для повышения этих самых прозрачности и объективности. Мы предложили управляющим компаниям подключиться к системе инцидент-менеджмента. Ну и значит, что управляющие компании будут видеть все жалобы в соцсетях по себе и по своей территории, ну и смогут оперативно на них реагировать. Вот сейчас уже 32 управляющих компаний работают в этой системе и 5 сейчас еще проходят оформление и подключение. То есть всего уже будет 37. Это те компании, которые готовы воспринимать новые подходы и готовы меняться. Всегда есть кто не готов что-то новое воспринимать, но им, соответственно, придется уйти. Есть те, кто готов реагировать на новые вводные, на нужды людей, кто готов работать на результат. Вот с этими компаниями нам точно по пути. На момент публикации в рейтинге открытого региона было 88 компаний. С 1 июня станет меньше. По данным госжилы инспекции в Рязанской области будут прекращены лицензии 23 управляющих компаний. 7 отказано в пролонгации, 16 сами не обратились с заявлением. И это только первые результаты. И только по Рязани. Скоро эта масштабная общественная инспекция охватит всю область. Хочу сказать, что сейчас кто оказался в нижней части этого рейтинга, для них это явный сигнал, что что-то нужно менять в подходах к своей работе. Пока у нас рейтинг составляется только по управляющим компаниям Рязани, но со временем будем распространять эту практику на другие крупные муниципальные образования области. Я бы очень рекомендовал управляющим компаниям внимательно посмотреть, что у них там в рейтинге. понять, что происходит, если компания где-то там внизу, и постараться все-таки на это отреагировать. Потому что дальше путь либо вверх, либо свою работу, наверное, придется прекращать. Методика получения баллов базируется на 10 основных принципах, где ключевые позиции – удовлетворенность граждан, исполнение предписаний ГОЖИЛ-инспекции и привлечение к административной ответственности. Понятно, что от возможности влиять на начисление баллов от самих жителей управляйки сейчас отсечены, и вполне понятно их раздражение. Только вот налаживать отношения с собственниками в пожарном порядке, наверное, уже поздно. Репутация – это игра в долгую. И 23 управляющие компании, уходящие с рынка 1 июня, этот тезис только подтверждают. Тем временем, по сообщению российского экологического оператора, до конца следующего года в Рязанской области построят 5 мусоросортировочных станций. Рязанская область подписала с инвестором концессионное соглашение, в рамках которого до конца 2024 года в регионе будут построены 9 объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Из них 5 – это мусоросортировочные станции, общей мощностью 160 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в проект может составить 2,4 миллиарда рублей. Рео готов вложить в него до 95% от объема через льготный заем концессионеру за счет средств, полученных от размещения облигаций Рео. Это более 2 миллиардов рублей. Цитирует в сообщении гендиректора Рео Дениса Буцаева. Также стало известно, что кроме станций построят 4 объекта размещения отходов мощностью 90 тысяч тонн в год. Предприятия по обращению с ТКО появятся в Шацком, Касимовском, Ряжском, Путятинском, Шиловском и Скопинском районах. В Рязанской области снова обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной. Сами местные копать не стали. Сразу вызвали саперов. Таким 105-миллиметровым снарядом с первых дней войны стреляли немецкие гаубицы. Его дальность больше 10 километров. При попадании осколки разлетались на 10 метров вперед и на 30 назад. Такое пробивает как железобетонную стену, так и броню. Однако конкретно этот снаряд так и не взорвался. И лежал в земле больше 70 лет. Пока его не нашел житель села Дубровича. Он сразу же позвонил правоохранителям. Взрывотехники Росгвардии осмотрели предметы, определили, что это 105-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На корпусе боеприпаса имели следы сильной коррозии. С соблюдением мер безопасности сотрудники ОМОН вывезли боеприпас на полигон и уничтожили. За прошлый год взрывотехники ОМОН уничтожили три найденных боеприпаса времен Великой Отечественной. В этом ситуация другая. К статистике года ушедшего уже приблизились. Этот снаряд стал вторым. Управление Росгвардии Призанской области напоминает жителям и гостям региона. При обнаружении подозрительных предметов не трогайте и не передвигайте их. Сразу обращайтесь в экстренные службы. Сотрудники Росгвардии напоминают, что осторожными надо быть как садоводам, так и гребникам. То самое эхо войны еще звучит. Расселение аварийных домов в рамках проекта «Жилье и городская среда» в Ухоловском районе значительно затянулось. Да так, что к делу пришлось подключаться прокуратуре. Причины в материале далее. Прокуратурой Ухоловского района в ходе проверки исполнения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» установлено, что администрация района в рамках реализации заключила муниципальный контракт со строительной компанией «Владич». Компания должна была выполнить работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, блокированных жилых домов по адресу Рязанскую область, Ухоловский район, районный поселок Ухолова, улица Советская. Все это в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и входящих в него федерального проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда и муниципального проекта переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Согласно условию контракта, подрядная организация обязалась построить жилые дома до 15 ноября 2022 года с учетом ввода объекта в эксплуатацию. Вместе с тем, ООО «ПСК Владич» не выполнило взятые на себя обязательства. В установленном контрактом срок жилые дома не построены, в связи с чем нарушены существенные условия контракта. С целью устранения выявлений нарушений прокуратуры района в адрес руководителя организации внесено представление, а также в отношении генерального директора возбуждено производство об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования подрядной организации завершено строительство жилых домов, граждане переселены из аварийного жилья, генеральный директор подрядной организации судом привлечен к административной ответственности в виде штрафа, который заменен на предупреждение. По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования подрядная организация строительства жилых домов завершила. Люди переселены из аварийного жилья, генеральный директор подрядной организации судом привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Каждую пятницу и выходные сотрудники госавтоинспекции проводят масштабные рейды. Цель до банальности проста – выявить нетрезвых водителей. Это звучит удивительно, но таких на дорогах Рязани все еще хватает. Ночью могут и не заметить. Наверное, так подумал водитель иномарки, когда садился за руль под шофе. Но, как говорится, не получилось. Авто остановили сотрудники госавтоинспекции. Запах алкоголя почувствовали сразу. Предложили пройти проверку. Глубокий вдох и продолжительный выдох. Прибор при этом должен пищать. Прибор не обманется. Глубокий вдох и продолжительный выдох. Но водитель, видимо, решил все же прибор обмануть. Вот раз прервал выдох, вот второй. На третий раз прошел процедуру честно. Сколько вы видите? 987. Теперь водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей. И лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Если нарушение повторма, то сумма вырастет в 10 раз. А прав лишат на 3 года. Плюс исправительные работы или путевка в места не столь отдаленные. На 2 года. Кстати, штраф и лишение водительских прав теперь грозит и водителю, который от прохождения медосвидетельствования отказался. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушным к проблеме пьянства за рулем. Сообщаю полиции о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Если вы стали свидетелем управления транспортом, водителем в нетрезвом состоянии, необходимо сообщить об этом по телефону 29 74 54 либо 29 74 64. Сотрудники Рязанской полиции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие сообщения. Сотрудники госавтоинспекции рассказали, что в худшем случае автомобилисту, на которого пожаловались, грозит остановка и быстрая проверка. Если подозрения не подтвердятся, то водителя просто отпустят. В противном случае медосвидетельствование и штраф. За первые 4 месяца зарегистрировано 20 ДТП с участием нетрезвых водителей. Как итог, 28 пострадавших и 1 погибший. Международный день музея отмечают 18 мая. В этом году к акции присоединились 145 стран мира. А традиционная ночь в музее будет тематической. В России она связана с годом учителя и наставника и пройдет под названием «История и истории». В музеях региона готовят выставки, экскурсии и мастер-классы, о которых рассказали сегодня на пресс-конференции в Министерстве культуры. День музеев в мире празднуют с 1977 года. Это мероприятие стало любимым в разных точках планеты. Подготовку к нему музеи начинают заранее. Не исключение – Ильзань. В эти дни традиционно все музеи России открыты для своих посетителей. Это такой своеобразный день открытых дверей. Музеи можно посетить бесплатно. Мы в течение 20 лет, регион принимает участие в этой акции. И в каждом музее организовывается в этот день отдельная, насыщенная, очень интересная программа. Вот региональная афиша включает более 100 мероприятий, которые пройдут только в Международный день музеев 18 мая. Можно будет познакомиться и с постоянными экспозициями, и с работающими выставками. Но кроме того, пройдут еще интересные лекции, тематические встречи, концерты, мастер-классы, оффлайн-показы уникальных фильмов, проекты. Можно пройти будет квесты, посетить автобусные экскурсии и многое-многое другое. В этом году в преддверии Дня музеев стартует межмузейный проект «ПРО-музей» – единая творческая программа путешествия по музеям края, презентации и конкурсы. Проект направлен на популяризацию музеев региона и презентацию их потенциала для студентов и преподавателей семи вузов региона. В этом году «ПРО-музей» – это проект о том, как интересно, познавательно и необычно можно провести время в музее. О том, что сегодня музей – это точка притяжения для молодежи, где в интерактивной, живой, непосредственной форме можно знакомиться с историей, культурным наследием Рязанской земли и ее выдающимися людьми. Музей представит единую творческую программу путешествия по музеям родного края. Пройдет конкурс по музейному ориентированию «Рязанский край. Великие люди. Великие открытия», в которых проверят свои знания и эрудицию в составе команд преподавателей и студентов. В тесном сотрудничестве с вузами региона будут проходить все мероприятия проекта. Кроме того, предусмотрена работа тематической выставки и фотоплощадки. Еще один масштабный проект – «Лето в музее». Для тех, кто любит активное времяпровождение, впереди праздник 2 июля, летний день в Кремле, как всегда, 1 воскресенье 2-го летнего месяца, каждую субботу семейные выходные, это мастер-классы для всей семьи, это день Рязанского народного костюма в рамках форума «Древних городов», это экскурсии на раскопах и еще много чего. Не могу не рассказать, как руководитель проектного офиса, музейного проектного офиса при Министерстве культуры о том, что в День музеев нужно обязательно посетить и наши муниципальные музеи. Уже 16 мая стартует проект «Про музей». 18 мая – насыщенная программа в честь Дня музея в каждом музее региона. 20 мая – акция «Ночь в музее». Не пропустите. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин